Твой Пушкинский Смотрите в программе Кто испортил воздух в Мамонтовке, выяснила комиссия во главе с Александром Тропиным Своими талантами перед ветеранами блеснули воспитанники школы в Никольской церкви Сломал голову и сделал вывод корреспондент над витиеватым докладом от предпринимательства в Пушкинском районе На память и вечное хранение вручили знамя ученикам школы имени Героя Матвеева Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена Скраббукинг – это не косметическая процедура, это тренинг для творчества Рекордные долги Год за 10 Личный счет расчетного центра 38 лет Дети бегают по лесу и ищут точки Кто гоняет школьников, узнал Евгений Ромашихин Визит главы района в Мамонтовку был связан с жалобами местных жителей на неприятный запах со стороны территории предприятия Стройдормаш При первом же разговоре Александр Тропин проявил свою осведомленность в делах этого предприятия Хороший вопрос В нашей котельной подписана школа, которая с момента начала отопительного сезона Должна немножко вам денег? Немножко, извините Миллиона два с половиной, надеюсь? Ну, в общем, в совокупе Я видел, я видел ваше письмо Если взять школу, если взять детский садик, если взять поликлинику, то здесь вот На пять Раньше эта территория использовалась как выставочная Теперь же владельцы сдают ее в субаренду Подозреваемого искали по запаху и обнаружили в цеху по производстве мебели СЭС проверяет допустимые выбросы? ПДВ Все документы ПДП, а? Я хотел вам показать документы Все проверки прошли Все проверки проведены, да? Угу С экологией приезжали С экологией приезжали А делаете кухни, я так понимаю, да? Что делаете? Кухонное производство у вас? Нет, для ванной комнаты Для ванной комнаты Представители соседнего производства Пометуя, что от чиновников лучше держаться подальше Не нарушая экологии Прикрывали своих соседей до последнего Бывает такое Так он есть сейчас вот Ну сейчас нет А, то есть это еще слабо Это не запах, он считает А Вот я и хотел понять Коли машины там у них стоят, фильтры стоят Вроде что-то обрабатывается, аппаратура импортная Тогда до конца идет чистка или не до самого чистки идет конца? Ну понятно Вот и все, вопрос-то в этом Не то, что там чего-то там вас пришли обезти Познакомиться Ну с какой-то стороны тянет Бывает, да Ну с какой стороны тянет? Он стоит тянет, она одна Больше же нет здесь производства никаких на территории Логически, да Интересно прозвучал заключительный пресс-подход главы района В отличие от любителей недорогих пиар-эффектов Помахать шашкой в угоду жалобщикам Александр Тропин продемонстрировал Вдумчивый подход Были мы в этих камерах, посмотрели на фильтра, как это все работает Но запах есть, я не скрою Запах есть Насколько он допустим Разберутся, наверное, экологи К экологам мы вообразимся Для того, чтобы еще раз провели проверку Чтобы людей успокоить в первую очередь Ну и, наверное, самому на сердце, чтобы было поспокойнее Что был, не бросил и понял, что да, действительно здесь все в нормах Руководителям вот всей этой большой территории Было сказано порядка 600 человек работающих Представляете, это налоги, это заработная плата Это НДФЛ Это рабочие места Конечно, польза есть большая Тут, несомненно Другой вариант Можно выгнать всех из города Пушкина Можно выгнать из Пушкинского района На что будем жить? Вопрос правильный, наверное Будем заниматься сельским хозяйством Которого сегодня практически не осталось А городу и району надо существовать Потом производства должны быть Они должны работать Но экология при этом не должна страдать Поэтому все требования безопасности экологической Должны соблюдаться На том, мы здесь, чиновники, нужны Чтобы это контролировать Проверять и вовремя откликаться на жалобы граждан наших Возможно, не каждый знает Что светлый праздник Рождества Христова Продолжается до 21 мая Объединив все праздники Воспитанники воскресной школы Никольской церкви Пригласили к себе ветеранов Здравствуйте Здравствуйте Как надо Проходите Вообще самые герои у нас Здравствуйте Здравствуйте Владимир Иванович Ну, благодарна вам Вообще Самые герои Здравствуйте Напомнив собравшимся о роли церкви В Великой Победе Юные воспитанники Дали театрализованное представление Шутили мы по простоте Крутил пластинку он с обеда На безымянной высоте Неслись в окошко Без умолку Слова взволнованные те У незнакомого поселка На безымянной высоте Завершил программу выступления Хор Песней полной оптимизма Пусть всегда будет мама Пусть всегда буду я 20 марта в здании администрации Пушкинского района Были проведены итоги По вопросам продвижения Малого предпринимательства В городе Пушкино И во всем Пушкинском районе Программы были выделены Дену судьба 1,370,000 выделял район И 1,265,000 выделял Город выделял город Пушкин На все эти общие суммы составили 2,640,000 Выйдя на конкурс в Московскую область Мы получили денежные средства Равные брал следующий с восьмой По городу Пушкино 6,440 и 7,454 Это по городу по району На слайдах вы имеете соотношение Если обратите внимание То соотношение представленных денег Предоставляемых денег в Московской области Но пропорциональность разная Почему? Потому что количественные показатели Города и района Они отличаются Из 31 человека на собрании Присутствовали 16 человек Председателем данного собрания Ввиду отсутствия главы Пушкинского муниципального района Александра Тропина Выступила глава администрации города Пушкина Маргарита Смайловская Которая отметила тот факт Что 70-летие победы Не закончилось 9 мая Мы считаем, что 9 мая прошло очень успешно За что огромное спасибо Всем тем, кто принимал в этом участие И нашим предпринимателям Которые помогали в этом Поэтому думаю, что Вот сейчас наступление погоды Мы будем продолжать работу по благоустройству Мы будем также продолжать активное взаимодействие В этой части с предприятиями И думаю, что 70-летие победы Для нас не закончилось 9 мая Потому что мы продолжаем ремонтировать квартиры ветеранов Они просили это сделать Когда появится солнышко Немножко будет потеплее То есть наш процесс идет На 2015 год планируется создать бюджет Суммой в 15 миллионов рублей Которые пойдут на развитие предпринимательства Пушкинского муниципального района С учетом того, что мы отработали В прошлом 2014 год Отлично Мы вошли в зеленую зону Так называемую Дейтинговую зону В десятку лучших Я думаю, что Следующий стать Мы привлечем деятельность средства В размере почти 15 миллионов Это больше, чем Мы привлекли На сумму в два раза меньше Разговоры юристов Которые основаны на определенных словах И моментах Возможно, понять простому рабочему уху Довольно сложно Но этими отличаются подчиненные от начальника Алексей Шахадульский, телеканал Твой В день празднования 70-летия Победы 9 мая Со стороны Совета ветеранов Поселения Лесной Прозвучало предложение Отдать боевое знамя Победы На хранение в музей Лесновской средней школы имени Матвеева Я бы предложил копию знамя Победы Чтобы она висела в школе И чтобы ученики и молодежь Видели по каким знаменям Наше поколение Ветеранов победили фашистскую Германию И вот в школу при параде пришли ветераны Где встретились два таких далеких И таких близких поколений Иван Иосифович Выгодский Инициатор передачи «Знамени Победы» Отметил, что эта акция Поможет поднять патриотическое воспитание На новое умение Хочу, чтобы младшее поколение Воспитывалось на патриотическом должном Старшего поколения Да, потому что младшее поколение Это наша смена Ем дальше этот, как бы сказать Укреплять и развивать Россию дальше Аплодисментами встретили ветеранов войны Учащиеся школы А те, в свою очередь Напутствовали сегодняшнее поколение Всегда помнят, какой ценой досталась победа Нашему народу Сколько людей отдали своей жизни На сегодняшнее мирное небо И знамя должно стать символом того Как надо любить свою родину Состоялась торжественная передача Боевого знамени в музей школы Надеемся, что это знамя победы Будет как символ напоминать вам О тех тяжелых, кровавых событиях Которые произошли в истории нашего народа Это 1941-1945 годы Оно будет символизировать мужество Наших воинов, которые отдали жизнь Чтобы сейчас мы с вами мирно жили Еще раз несите достойно Этот подарок Это очень дорогой подарок Символ нашей страны Храните его, смотрите на него И помните Помните о наших ветеранах Помните о тех, кто отдал свою жизнь За наше счастливое будущее В ответном слове директор школы Тамара Борисовна Махова От лица всех учащихся Заверила ветеранов Что они не уронят чести тех Кто ходил с этим знаменем в атаке Навсегда сохранят в памяти Имена тех, кто подарил им эту победу Я думаю, что имею право От своего лица И от вашего имени Сказать, что мы будем с честью И достоинством нести это знамя победы И постараемся не обозорить его И выдержать все эти испытания Которые лягут на наши плечи А это экзамены А это достойная учеба А это достойное поведение Поведение достойной памяти Великих воинов Памяти нашего солдата После передачи знамени И школьники Подавили им Куразу небольшой концепт Сквозь шорохи Будин Сквозь грохот событий Мне крик этот слышен Спасите, спасите От атомной бомбы От плазмы Напалма Спаси меня, мама Бегать хочу По лугам зеленым Жить хочу По своим законам Законам солнца Детства, весны Люди Спасите детей от войны Их расстреляли на рассвете Когда вокруг Редела мгла Там были женщины И дети И эта девочка была Сперва велели Растеться И стать затем Корву спиной Но прозвучал тот голос Детский Наивный Чистый И живой Чулочки тоже снять Мне дядя Не осуждая Не грозя Смотрели Прямо в душу Глядя Трехлетней Девочке Глаза Чулочки тоже Снять мне Дядя В смятении На миг Эсэсовец Обмяк Лука Сама собой С волнением Вдруг Опускает Автомат Он словно Скован Взглядом Синим И кажется Он в землю Врос Глаза Как у моей Неминья По мраке Смотно Пронеслось Охвачен Он Невольной Трожью Проснулась В ужасе Душа Нет Ее убить Ее не сможет И дал Очередь Спеша Упала Поднимая Свою мечту Такими словами Началась Церемония Награждения Спортсменов И тренеров Пушкинского Муниципального Района По итогам 2014 года Спорт Спорт Это колоссальный Друг Людей Спортсменов Их преподавателей И тренеров Это Бессонные Ночи Это Не побоюсь этого Слова Вишени И бытовые Может быть У кого-то Спорт Забирают Частичку Детства Но тем не менее Все это происходит Для того Чтобы потом Мы вами Мы гордились Нашими Спортсменами В номинации Спортивная Гордость Пушкинского Района По итогам 2014 года Были награждены Солдатова Александра Проскурина Наталья Селезнева Екатерина Для них Прозвучала Эта песня На свете Много Раз Просторный Савиона Победы Наши Каждый Знаменит Пусть Будут Звезды Счастья В глазах У чемпионов Когда В честь Российский Звучит В номинации Спортивная Доблесть Пушкинского Района Награждались Дадашев Нафал Мастер Спорта Международного Класса Лунина Светлана Мастер Спорта Валя Ахметова Карина Мастер Спорта Дроздова Юлия Мастер Спорта Победитель Отборочных Всероссийских Соревнований К первенству Мира Живи Страна Где Влюбляет Себа Не забыли и тренеров В номинации Лучший тренер Пушкинского Района Награждались Назарова Ольга Николаевна Тренер Преподаватель Высшей Категории По художественной Гимнастике Зубалий Игорь Викторович Заслуженный Тренер России По гребле На байдарках И каное Также прошли Награждение В номинациях Легенда спорта В Пушкинском Муниципальном Районе За развитие Спорта В Пушкинском Муниципальном Районе За преданность Спорту В Пушкинском Муниципальном Районе Завершила Церемонию Награждения Номинация Спортивные Достижения По итогам 2014 Года Развитие мелкой моторики рук Как путь к совершенству для детей Как дошкольного Так и школьного возраста А для людей постарше Работа руками Чаще всего Несет себе успокоение Лучше любой валерьянки У нас в городе Появилось место В котором Учат создавать Дизайнерские вещи Проходят такие уроки В фотостудии Светопись О деньгах Речь не идет Все держится На дружеских отношениях И желание делиться навыками Маленькую плату Которую мы за это берем Мы тратим ее Только на Материалы И на оплату Самому мастеру Сама фотостудия Светопись Прибыли с этого не имеет Это просто Как творческий проект Нам это интересно Заниматься мастер-классами Творческая атмосфера Творческие люди Это прежде всего Общение Это новые знакомые И просто Саморазвитие Условия комфорта Помогают сосредоточиться На главном И научиться Чему-то новому Сегодня в гостях У дизайнеров И фотостудии Екатерина За работой Екатерина провела Всего несколько часов А перед нами Альбом ручной работы Самое интересное Наверное Познакомиться Подбирать это все Смотреть Какие-то фотографии Сам процесс Интересный Профессионалы Создание таких альбомов Именуют скраббукингом Профессионал Который помогал Екатерине с альбомом Светлана Яковлева Художник Дизайнер Со стажем Более 10 лет Говорит Что согласна Проводить мастер-классы Даже для одного человека Главное Чтобы было желание Мы проведем мастер-класс Даже если будет Один человек То есть Всегда мы рады Здесь видеть И заниматься В данный момент Занимаюсь Проведением Мастер-классов Фотостудии Светопись Сегодня мы проводим Мастер-класс По скраббукингу Делаем альбом Скраб-альбом С фотографиями С использованием Красивой бумаги Ленточек Кружев Погулок И прочих Разных И других Материалов Если есть желание Но нет свободных дней Фотостудия Светопись Вместе с художниками Дизайнерами Предлагает попробовать Свои силы Во время праздников Да Мы проводим Бесплатные мастер-классы К примеру Ближайший Это будет День защиты детей 1 июня Мы будем проводить Бесплатные мастер-классы В течение всего дня Это открытки ручной работы В технике Скраббукинг И плетение Из бумажной лозы Всех ждем В качестве хобби Вязание свитеров И шарфов Лепка из глины Купшинов Резьба по дереву И тому подобное Как правило Приносят удовольствие И потраченного времени Никогда не жалко Просто во всем этом Есть своя идея Когда люди Стремятся за этой идеей Это куда лучше Чем когда они Стремятся за деньгами Алексей Суходольский Телеканал Твой Ньюсмейкером Городской планерки Стало пушкинское отделение МособлЕ и РЦ Цифры Приведенные в докладе Госпожой Кряквиной Поражают За один год работы Они удвоили сумму долга В 217 миллионов рублей Которая складывалась За 10 лет И даже собранные деньги До управляющей компании Не доходят Это не то, что Недособрали Это то, что собрали Не перечислили Да, не перечислили И собрали А как это объясняют? Никак пока не объясняют Претензии направляют В их адрес У меня одного ответа Не на одну претензию То, что из-за сложившейся ситуации Работники объединенной дирекции Не получают зарплату Еще цветочки Отсутствие денег Грозит объединенной дирекции Полным банкротством Ведь именно они Должны оплачивать Услуги водоканала И теплосети Поэтому, Сергей Иванович На теплосети Должны порядка 130 миллионов рублей Водоканал Должны порядка Уже 80 миллионов рублей Заложенные большие Они подают на нас в суд Вот сейчас теплосеть подают Сейчас водоканал подают Все дирекция налогов И в суде, к сожалению Третьим лицом Привлечь и окоцене Предоставляется возможность Вы, управляющая компания Вы собираете деньги А кого вы уж там наняли Мало ли, что вас там У вас заставилось Включить договор Вы отвечаете Интересная ситуация Виноватого искать не надо Но сделать с ним Ничего нельзя Впрочем Вот если только Каждый житель Напишет заявление Об отказе от услуг Обл.Е.И.Р.Ц Из положительных эмоций Итоги проведенных Майских праздников Состоялся на должном уровне Понимаю, что это Только потому Произошло, что Каждый из нас Даже не посильнее Внес Самым активным Словилетом В проведении этого праздника Поэтому Большое спасибо За то, что В нашем городе Состоялся какой-то Мечательный проект Ветки возле Мусорных баков Не перемалывает Испорченный трактор Пуш-Гурхоза Область не дает денег Впрочем Как и на проблему Бродячих собак 29 мая Будем праздновать День соседа В физкультурном комплексе Метают ножи И предлагают 2 июня Сдавать нормы ГТО Вопрос Отключения Горячей воды Поднял Господин Ноздровский Зачитав Комментарии Ответ Снова коснулся Темы МОСОБЛЕ И РЦ Лучше всех Его раскрыла Опять же Елена Кряквина Рассказав Как эта организация Работает с должниками За год работы Я 1 мая Уже год С 1 мая Мы заключали договор С АТКЦ Они просудили Всего 35 дел 35 жителей Должников И то Там суммы До 20 тысяч рублей А там Где суммы До 500 тысяч рублей До миллионов Никто не занимается Что может сделать Одна юрист На весь Пушкинский район В настоящее время Один юрист Не в штате Что может у нас сделать Солнце, свежий воздух Лес, поляна И река Что еще нужно Для проведения Самого лучшего праздника Турслета Более 30 лет На поляне У реки Скалба Силами Центра детского творчества Проводится Традиционный Турслет Школ Пушкинского района В 38 раз Летом Приезжают сюда Школьники Чтобы посоревноваться Отдохнуть Да и приобрести Какие-нибудь полезные навыки Уже порядка Представляете Семь из какого-то года Проходит Турслет И все на этой Левковской поляне Уже не одно поколение Здесь выросло И постоянно вспоминают И это воспоминание Остается на всю жизнь Я уже рассказывала Что дети Наши дети Выросли прямо здесь На этой поляне Дети сотрудников И теперь уже И внуки И уже здесь Уже появляются И также все рады На этих эмоциях Сопровождается Все три дня Которые мы здесь находимся В первый же день В индивидуальных соревнованиях По ориентированию Приняли участие Все Кроме дежурных По кухне Задача которых Входит Следить за порядком В лагере И помогать Приготовлению пищи Все три Насыщенных событиями Дня Превращаются Для ребят В один непрерывный праздник К ночи Дети казалось бы Должны упасть Но этого не происходит Они еще просят Дискотеку Они еще сидят Полночи у костра Тихонечко Потому что 23 отбоя У нас строго Строго Три дня удовольствия Для детей Как обычно Будут тематическими Здесь и белые пятна На карте земли Рассказ об экзотических местах На земном шаре День памяти героев Великой Отечественной Для этого Каждая команда Приготовила особое Оформление лагеря Они собирали Обелиски Пушкинского района Собирали Конечно Своих дедов Прадедов И Мы Вот Сегодня Можем Представить Это все Ребята С великим удовольствием Этим делом Занимаются Немножко Конечно Было забыто Это все Потому что Дети наши Уже такие Что отошли Вроде как будто Но были Очень все Заинтересованы И многие Принесли Именно своих Прадедов У нас Вот есть Учитель Математики Который Со мной Находится И ее Дедушка Тоже был Участником Войны И вот В нашем Вот этом Музее Небольшом Тоже Представлена Эта композиция Турс-лет Только начался И выделить Какую-либо Команду В качестве Фаворита Очень сложно Уровень подготовки Ребят Очень высок Не случайно По окончанию Турс-лета Некоторые дети Могут получить Настоящие степени Звания На серьезном Предпрофильном Туристическом уровне Такой год У нас Софринская школа Лидирует И они были Зимние Турс-лете Первыми Тарасовка Да Тоже очень Перспективная Команда Вторая Девятая Это вообще просто Получается Что все Так Я уже Кого выбрать Каждый силен В своем профиле У кого-то Очень сильно Художественная Программа У кого-то Спортивная Очень много Детей Которые Индивидуальные Получают Результаты И потом Они по этим Результатам Институт туризма Уже присваивают Какие-то Степени Звания На уровне Серьезном Евгений Ромашихин Александр Девкин Специально Для телеканала Твой Рекламно-производственная Компания PR-ART Представляет К вашим услугам Изготовление Наружной рекламы Любой сложности Услуги дизайна Размещение Вашей рекламы В Пушкинском районе На перетяжках Щитах И экранах А также Производство Широкоформатной печати Производство Полиграфии Рекламно-производственная Компания PR-ART Мы выделим Ваш бизнес Среди конкурентов Готов разогнаться До скорости интернета От Дива Лететь Без остановки Всегда быть на связи С круглосуточной Технической поддержкой Сверхскоростной интернет И цифровое телевидение Кем бы ты ни был Ты достоин лучшего Дива Быстрее всех Подключение по звонку Уважаемые телезрители Вам удобно покупать Все продукты В одном супермаркете Покупайте услуги Кабельного телевидения Интернетка В супермаркете И не тратьте время На поиски лучших тарифов Они уже перед вами Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...